здравствуйте мои дорогие подписчики и гости канала наконец-то нашли время перерывами от одного борща до другого борща как я уже говорила я нахожусь в украине сегодня отправила посылку ивано-франковск на неделе попытаюсь отправить посылочку еще в россию потому что новая почта не не отправляет посылки в россию а где мы еще были на базаре тоже были завтра сделаю для вас видео пойдем еще раз сейчас такую штуку интересную я нашла никогда этого не ела хотя бы украинская кухня называется напишите пожалуйста в комментариях знает кто то что это такое не интересно попробовать пахнет очень вкусно но потом как всегда конечно придут еще дыруны и вареники мне кажется когда назад вернусь я наберу килограмм стоящим на свои 50 смотрите буду вам все показывать у нас здесь форма куда там шницелем сейчас переверну переверну камеру покажу вам это все с обратной стороны компотик тоже домашний это такое заведение здесь что-то типа пузатой что-то типа пузатой хады все в украинском стиле все делают сами я вам честно скажу некоторых вещей даже я еще вообще никогда не ела и понятия не имею что это и как это у нас здесь шумненько детки играются ну в общем будем пробовать вот честно скажу я даже этих вещей я даже не знаю так называется это баныш вот скажу честно вижу первый раз жизни это сметанка сало это какая-то каша здесь дыруны с грибами это тоже дыруны я кстати никогда не видела дряников таких больших поэтому в общем пожелайте мне хорошего аппетита я вот сегодня сижу и целый день практически вспоминаю девочек с которыми я вчера познакомилась да и думаю как классно какая была классная веселая компания мне нужно было сразу уезжать ну а здесь как бы сижу пока одна пока пока еще никто мне не ругает за то что я делаю видео за то что так громко разговариваю это так все классно пахнет сейчас поставлю камеру чтобы вам видно было так уже не терпится это просто попробовать ну за это кукурузная каша значит баныш это кукурузная каша он век живи век учись я вот кстати когда приезжаю в украину иду в какое-нибудь заведение на национальной кухне начинаю заказывать вареники слева направо он конечно уже после первой и второй тарелки уже не в состоянии просто это съесть а сейчас я решила я буду пробовать вещи которых я не знаю и вот таким вот образом в общем тут все такое сытное вот если сравню это с германией пойдешь в ресторан там есть буфет потом себе там отдельно еще что-то заказываешь вот понятное дело тоже вида но вот как-то в украине тоже тарелку вареников съешь все и уже просто чувствуешь вот если это домашние натуральные сами приготовленные ты чувствуешь просто тут ты уже полный просто полный я видела здесь храмы православные тоже интересно пойти но я как-то вот если честно не уверена впустят ли нас с камерой потому что не знаю как то мне кажется у нас наверно так не заведено но я попробую что пока люди пройдут чтобы никого не чтобы никого не беспокоить мне кстати интересно ваше мнение вот вчерашнее видео хоть мы его и не закончили но все равно как как вам вот как вам это все вчера было это так было спонтанно и девчонки они были такие дружелюбные такие веселые я кстати конфеты которые взяла с собой я их еще сегодня ела очень вкусная натуральный шоколад такой мягкий мягкий грильяж но сейчас у нас борщ на очереди для руны потом обязательно пойдут вареники то есть у нас сегодня такой у меня больше денег такой хожу гуляю что-то ем посылочку отправила хотела больше отправить но больше не получилось днепропетровске встречу с лично заказчица и передав мне ее посылку как вкусно пахнет я уже просто не могу больше терпеть оставайтесь на вскоре закажем вареники с вами поделимся здравствуйте здравствуйте мои дорогие вот хожу от места к месту думаю где же можно взять видео все прячутся никто не хочет нигде не разрешают сейчас мне приходит сообщение из московской области галина у нас вечер а вас еще нет на ютубе вам лично от меня воздушный поцелуй спасибо мне очень приятно я сейчас вошла в одну церковь сейчас вот так повернусь покажу наверное так будет видно нас вообще интересный канал мы то видим продаем то по церквям ходим это для меня что-то новое что-то интересное вот потихонечку пройдусь чтобы все было видно написано на украинском мне кажется я опять что-то нашла посмотрите там такая капелла каплычка я не знаю как это называется кто знает помогаете скажите будь ласка там платок надо одевать на голову не надо не выгонять а не макому хорошо а дякую а что то таки ну опять 25 а вы со мной не хотите туда сходить так платок разрешили не одевать идем сказали там имитация гроба господнего так ну значит переключаю камеру показываю вам что-то нам так везет правда куда галина не зайдет тоже натуральный камень везде а это за здравие и за покой или это все равно какие напоминает евангелический храм или вот как у нас да в германии потому что я вижу первый раз такие свечи в церкви а это имитация этого места вы слышали да мои дорогие так давайте посмотрим там еще тоже а вы знаете что символизирует петух который там стоит с повесты значит мне это объяснили как вы уже слышали что это имитация гроба господнего вы сказали да пещера в которой он воскрес умер и потом воскрес и здесь получается ставятся свечи как то есть не имеет разницы где за упокой где за здравие не играет ну давай ты на этой на ритме море на украинский я же так не умею как вы приятно все равно спасибо удачи вам вот век живи век учись все таки люди когда сюда входят крестятся но платки не одевают мы идем дальше смотреть что мы еще найдем просто я не могу понять я немножко это все как-то по-другому может это может вообще не меня не вот это вот типичная украинская церковь может это какая-то другая церковь я что свечи другие фигуры какие-то другие вот здесь иду у меня такое впечатление будто я в германии в церкви да это какая-то украинская церковь фундатор роды набойка что такое здесь может это вообще какая-то здесь частная территория написано под охраной так смотрите здесь так видно я так наелась борща я еще взяла вареники я съела сырники я еще какую-то кашу в общем все смотрите я вам скажу честно у меня такое ощущение будто я скоро лопну так а это получается спереди все такое кованая ход кованый видно да но мне кажется здесь наверное такого нет что до восьми вечера вход в храм и мне кажется сто процентов нужно будет одеть вместо джинсов юбку и платок в некоторых городах в украине при входе стоит корзинка и там можно одеть платок ну давайте попробуем вдруг нет уже закрыто уже закрыто и люди думают что она там делает вот например в днепропетровске можно при входе так как город большой то там можно идти вот как как то есть и при входе лежат платки и даже вот такие штуки которые вот как юбку можно сделать и тогда получается в храме господнем стоишь не в штанах а вот прохладненько и голова обязательно должна быть покрыта а вот здесь не знаю как кстати сегодня либо завтра встречусь со своими родственниками тетя дядя крестная наша если получится сегодня если нет то значит завтра же становится прохладно я только в такой вот тонкой кофточки мне кстати понравилось сегодня отправлять посылки как посылки в украину делается приносишь вот как она есть а потом они тебе все это упаковывают упаковывают кстати хорошо только даешь от заказчика номер телефона и потом сравниваешь все внесено ничего не надо заполнять я думаю вот класс сколько работы экономится сколько времени сколько труда ну просто прелесть так вот так вот еще видно покажу но и так как я вам скажу честно я здесь сама ничего не знаю в этом городе в котором я нахожусь я сама я совершенно не знаю где что как поэтому я буду конечно пропадать не буду буду выходить с вами на связь но параллельно буду смотреть а что здесь еще есть интересного и так как я вот это несколько дней в 5 утра спать ложилась потом с этими переретами разница немножко во времени даже час и и и все равно заметно эту разницу и поэтому я немножко как-то сегодня еще так кофе мне нужен кофе мне нужен обязательно кофе поэтому сейчас ищу ищу кофейню и заодно словлю вай фай запущу это видео московская область огромный привет спасибо мне очень приятно обещаю пропадать не буду